Это было в последних числах сентября. Снег выпал в горах необыкновенно рано и в небывалом количестве, что застало врасплох многих переселенцев здесь, которые надеялись заблаговременно добраться до равнины. Когда разнесся слух о калифорнийском золоте, на запад устремились толпы, жаждущих быстрого обогащения. Большинство из них отправлялось в дальние края именно морским путем, по морю. Им было необходимо обогнуть весь американский материк до самой южной его конечности, известной под названием мыса Горн, а потом по другую сторону материка подняться далеко-далеко на север. Такое путешествие при самых благоприятных условиях продолжается от четырех и аж до пяти месяцев. Они редко занимают и шесть, семь и даже восемь. И всегда бывает очень опасным. Золотая лихорадка. И несмотря на это, не хватало кораблей, чтобы вместить всех желающих. В то время еще не было пароходов, которые сейчас так быстро доставляют пассажиров к Панамскому перешейку. Еще не было. Да и Панамский канал еще не был построен. Поэтому многие тысячи переселенцев предпочитали то же продолжительное и не менее опасное сухопутное путешествие в Калифорнию. Головы их были заняты только одной единственной мыслью. О золоте. И они полагали, что им нужно только добраться до Калифорнии, а там уже они будут просто подбирать это золото, как булыжники, как каменюки. Ага. И чтобы понять, как долог и труден был такой переход, достаточно взять в руки карту и проследить по ней то огромное пространство, которое должны были преодолеть путешественники. Сначала их путь лежал через обширные пустынные степи, где им ежеминутно грозило нападение индейцев. А потом, по узким и крутым тропинкам, уже через высокие-высокие горы. Провизию, а часто и воду, они вынуждены были везти с собой на валах. Их повозки очень медленно, но продвигались вперед. Многие умирали в дороге. И пройденный караванами путь обозначался в степи многочисленными могилками. Страшные рассказы о таких случаях постоянно можно было услышать в редких окрестных селениях. Те, кто выжил, продолжали неутомимо пробиваться к своей заветной цели. Только бы к золотоносной земле дойти бы. Их путь лежал через обширные пустынные степи, а потом по узким и крутым тропинкам, через высокие горы. Переселенцы обычно отправлялись в путь на нескольких повозках, чтобы иметь возможность защищаться от нападения индейцев. И оставляли восточные штаты, как правило, в конце апреля или в первых числах мая, стараясь перейти скалистые горы до наступления зимы. Однако, если какие-либо непредвиденные обстоятельства задерживали их пути, то снег мог застать путешественников в горах. Порой болезнь одного из товарищей или гибель вьючного скота заставляли несколько повозок отделяться от главного каравана, в надежде в скором времени снова соединиться с ним. Таким образом, многие семейства погибали, а иные достигали, наконец, свои цели, но с большим опозданием, так сказать. Изнуренные тяжелейшим трудом и многочисленными опасностями. Скалистыми горами называется огромная горная цепь, которая тянется по всему американскому континенту. От самого севера через Панамский перешей и на юге Америки у мыса Горн. Оно упирается в море. Горы упираются в море. Эти горы в разных краях носят разные названия. В Северной Америке их называют скалистыми горами. Так и называют. В Южной Америке – андами. Или еще, мало кто об этом, наверное, слышал, кордильерами. Анды, думаю, все слышали. И эта горная система не представляет собой одного высокого хребта, который с востока и запада окружали бы долины. Она состоит из нескольких кряжей. Самый высокий из которых – средний, местами перерезан и отделен от остальных долинами. Со стороны Калифорнии возвышаются три подобных хребта. В Восточном берут начало все реки, впадающие в Атлантический океан. А в западной гряде находятся истоки рек, текущих в Тихий океан. Второй горный хребет, западный, называется Испанским, испанским именем Сиерра-Невада. Или попросту Снежные горы. Третья гряда. Береговые хребты находятся еще западнее. И чтобы достичь ее, путешественники должны пересечь обширную долину. Там, в горах, лежащих ближе всего к морю, и было найдено заветное золото. Вершины гор Сиерра-Невады бывают покрыты снегом даже летом, о чем говорит само их название. Несмотря на то, что проезжающими повозками был проложен довольно крепко утоптанный путь, у владельца маленькой тележки, о которой мы сейчас рассказываем, от чрезмерных усилий и скудной пищи пали в горах два вьючных вала. И он продвигался вперед очень медленно, чтобы окончательно не замучить двух оставшихся. И вот путники достигли последнего перевала при благоприятной погоде и полагали, что самое трудное, но уже все, позади, и что их путь вскоре окончится благополучно. Но вдруг выпал ранний и обильный снег. И свежий снег замел следы, проезжавших здесь раньше, и когда владелец повозки с упрямством настоящего американца хотел продолжить путь, то истощенные валы с трудом вылезали из снежных сугробов, влача за собой тяжелую поклажу. Этот экипаж с крепким каркасом и прочными колесами вмещал все добро переселенцев, а верх, обитый клеенкой, служил им в ночное время вместо палатки. Повозка была очень удобная, но слишком тяжелая для передвижения в заснеженных горах. Семья состояла из четырех человек. Возглавлял ее высокий, дюжий, широкоплечий мужчина с суровым, загорелым лицом. Его сын Джордж, мальчик лет 14-15, казался старше своего возраста. Тяжелая работа, которую ему приходилось выполнять всю жизнь, развила и укрепила его. Во время этого продолжительного путешествия мальчик во всем помогал отцу, и им не раз приходилось выбираться из самых трудных и опасных ситуаций. Мать Джорджа – болезненная женщина. Она почти постоянно хворала, в особенности в последнее время, и она требовала постоянного длительного ухода. На руках у нее была трехлетняя дочь. Это было тяжелое время для бедной женщины и ее ребенка. Несколько месяцев они вынуждены были провести под открытым небом, то на холоде, то под палящими лучами солнца. И случалось, что она заливалась горькими слезами, сожалея о прошлом. Когда они спокойно, хотя и в бедности, но жили там, на своей родине. И мужчина, кажется, что он уже тоже раскаивался, что вот так вот лескомысленно предпринял подобное путешествие. Но возвращаться было уже поздно. Все. Да и просто невозможно. Угу. Mission impossible. Надо было собраться с духом и довести задуманное предприятие до конца. До сих пор они подвигались вперед, хотя и очень медленно, и надеялись вскоре добраться до более теплых мест. Но в это утро их постигло очередное несчастье. Еще один бык пал, а последний, оставшийся в живых, был не в состоянии тащить. Такую тяжелую повозку. И вот так вот они и остались среди леса. По колену в снегу и без всякой надежды на чью-либо помощь. И что же теперь делать? Даже если бросить повозку со всем скарбом здесь, больная женщина была не в состоянии пробираться с ребенком по этому глубокому снегу. И отец решил, что он оставит Джорджа с матерью и сестрой, а сам уже отправится вперед в надежде найти людей, у которых можно было бы раздобыть вола или хотя бы мула. Он взял бы даже осла, лишь бы посадить на него ребенка с матерью и благополучно доставить их в ту долину. Но мог ли он оставить жену и дочку под присмотром мальчика? Индейцы были поблизости, и они блюли. Да и в лесу встречались волки. Мало ли что могло случиться, и хватит ли у его сына сил, чтобы справиться с неожиданной опасностью. «Джордж», — сказал отец после долгих размышлений, «я все обдумал, и я полагаю, что лучше всего тебе одному отправиться вниз по течению ручья, вдоль которого мы следуем со вчерашнего утра. И когда ты спустишься в долину, постарайся найти людей, чтобы одолжить у них вола или лошадь. Нам нельзя здесь долго оставаться, ведь, судя по вчерашнему снегу, скоро может наступить настоящая уже зима». «Я готов, отец», — ответил Джордж, «но где же я найду людей? Мы, наверное, еще далеко от первых поселений золотопромышленников, и я не смогу быстро вернуться сюда». «Нет», — возразил отец. «Наш попутчик, с которым мы расстались неделю назад, он очень хорошо знает эту местность. Он еще тогда говорил, что мы не более как в ста милях от первых рудников здесь. Не более ста, слышишь? С тех пор мы делали в сутки от десяти до двенадцати миль. «Как знать. Может быть, поблизости уже есть какое-нибудь человеческое жилье здесь?» «Ну хорошо, отец. А можно мне взять с собой Гектора?» «Как? Ты хочешь взять собаку?» «Не знаю, не знаю. Возможно, она нам будет нужнее здесь». «Впрочем, будь оно по-твоему, наверное, и правда, Гектор тебе больше пригодится там». «Вы останетесь здесь и будете ждать мое возвращение?» спросил Джордж. «Конечно», — ответил отец. «Чтобы не терять времени попусту, я сколочу пару полозьев и построю что-то вроде саней. Если снег не растает, а это вряд ли такое произойдет, то мы снимем колеса, как уже делали в горах, и поставим повозку на полозья». «Но найдет ли нас наш сыночек?» с беспокойством спросила мать. Вместе мы с радостью переносили все несгоды. «А теперь мне даже страшно подумать, что наш мальчик может пропасть». «Не беспокойтесь обо мне, мама», — с улыбкой ответил сын. «Разве мне не случалось по целым неделям оставаться в лесах на болотах?» «И я ведь не пропал? Не пропал ведь тогда?» «Ну, правда, это было там, внизу, на равнине. Но здесь, в горах, даже проще. Нужно только следовать по течению ручья, и из пути никогда не собьешься. К тому же со мной пойдет Гектор. Вдвоем мы точно найдем дорогу, и мы приведем вам помощь». «Все равно мне тревожно», — продолжала мать. «И зачем только нам пришла в голову эта несчастная мысль переселиться в эту Калифорнию?» «Ступай, сынок», — сказал отец, гораздо ласковее, чем можно было ожидать при его суровой внешности. «А ты гони, гони прочь эти грустные мысли, милые. Гони их», — обратился он уже к жене. «Все еще можно исправить. Все». «Ты же знаешь, что не только из желания разбогатеть я подверг вас такой опасности. То ведь и сама горячо желала отправиться в эти края, чтобы отыскать своего отца». И бедная мать закрыла лицо руками, и сквозь ее исхудавшие пальцы потекли крупные слезы. И пока отец давал сыну подробное наставление, что делать и как себя вести, она при этом не сказала больше ни слова. Джордж быстро собрался в путь. Воспитанный в лесу, из восьмилетнего возраста приученный к охоте, как и все дети североамериканцев, он не страшился опасностей, которые могли ему угрожать. Он также был уверен, что легко найдет дорогу. Ему только всего следовало держаться русло, ручья. Всего-то. Даже если придется отклониться в сторону, он легко сможет найти его снова. Вновь и вновь. И вот небо прояснилось, ярко засияло солнышко. И исполненный надежды мальчик завязал в шерстяное одеяло, полученное от матери запас провизии, вскинул на плечо ружье, кликнул собаку, и, простившись с семьей, он углубился в заснеженный лес. И тут бедной матери и стало страшно, когда она увидела, как ее сын скрылся в глухом лесу. Отец тоже неохотно отпустил мальчика. И сейчас он превратился в одну единственную маленькую точку. И она исчезла вся. И только суровая необходимость заставила его решиться на этот шаг. Да, он предвидел все трудности, которые его сын может встретить на своем пути, даже при самых благоприятных обстоятельствах. А если ему будет грозить серьезная опасность? Ведь помощи ждать неоткуда. А Джордж, между тем, бодро шел вперед. Вперед! И только вперед! Сначала, когда он потерял из виду свою семью, удаляясь от нее все дальше и дальше, среди огромных, покрытых снегом деревьев, сердце его тревожненько забилось. Но постепенно вверх взяло чувство гордости. С ним первый раз в жизни поступили, как взрослым, самостоятельным человеком. Задери нос! И отец послал его за помощью, и он должен оправдать такое доверие. И мальчик вдруг почувствовал себя действительно повзрослевшим. Он был убежден, что отец в нем, что он не ошибся. И он не подведет его. Ему, с малолетства привыкшему к лесу, нетрудно было держаться нужного направления, несмотря на то, что русло горного потока было очень извилистым. По пути он внимательно осматривал местность, по которой проходил, и местами делал ножом зарубки на деревьях. В особенности там, где проезд для их повозки был бы очень опасным. Он оставлял метки. Конечно же, он двигался вперед не слишком быстро, так как по глубокому снегу идти было очень трудно. Мальчик очень часто останавливался, прислушивался к различным звукам, которые можно было принять то за человеческие голоса, то за стук топора даже. В таких случаях сердце у него билось сильнее, и порой он с трудом переводил дух, но шел дальше. Все это оказывалось только лишь игрой воображения. И чем ниже он спускался, тем меньше становилось снега. Вскоре он спустился в глубокую долину, где снега уже почти совсем не было. Эта долина простиралась к югу, и Джордж сомневался, надо ли ему идти по ней дальше. К тому же берег ручья был здесь так крут, что их повозка с трудом могла бы тут проехать. И вот, облокотившись на ружье, мальчик остановился в раздумьях. Куда же ему идти? Между тем Гектор бегал кругом. Навкруге и бегал, обнюхивая землю и кое-где раскапывая снег. Конечно, самбака. Джордж сначала не обращал на него внимания. Он думал только об одном, в каком направлении ему сейчас двигаться. Как ни крутые были лежащие перед ним горы, он решил все же придерживаться русла ручья. Кто знает, как далеко завела бы его дорога по долине? Кто знает? Возможно, ему пришлось бы сделать большой крюк. И, тяжело вздохнув, он позвал собаку и стал сбираться по ближайшему склону. Но Гектор, он не хотел идти. Вот такая, упертая собака. И как мальчик не звал ее, собака все рыла и рыла землю на одном месте. Эх, землеройка ты! Идем, говорю! Фить! И даже свистнул. И удивленный Джордж, он подошел к ней. Ведь раньше так за ней такого не замечалось. А Гектор обнюхивал присыпанные снегом остатки угольков. Здесь были люди. Приглядевшись повнимательнее, Джордж рассмотрел даже следы от колес. И он расчистил снег и убедился в своем предположении. Тут прошла повозка. И, вероятнее всего, она отправилась в долину. Ну, сколько дней прошло с тех пор, и сможет ли он догнать ее, а? Вот вопрос. Да и надо ли ему так удаляться от своих родителей? Кто знает, в какую глушь он попадет. Но, с другой стороны, следя за повозкой, можно с большей вероятностью найти людей, чем в горах этих. И после недолгих раздумий мальчик решил пойти по найденным следам. Гора не придет к Магомеду. Но сегодня он уже не мог продолжать свой путь. Солнце клонилось к закату. Как обычно бывает в этих широтах, сумерки продолжались недолго. Быстро смеркалось. И быстро наступала ночь. Такая темная-темная, темная ночь, что сквозь густой кустарник, растущий вдоль реки, почти ничего не было видно. Или, как вы мне тут пишите, низги. Низги не видно. Кромешники. Кромешная ночь. Во-во. Точно. И очень быстро. Мах и нема. О ночлеге Джордж не беспокоился. В этом долгом путешествии он привык к всевозможным лишениям. И он расчистил снег под поваленным деревом, собрал в кучу немного коры вместо постели, развел огонь и устроился вполне уютно. В продолжение всего дня от пережитых волнений он и не вспоминал даже о еде. Ну, теперь да. Теперь природа она взяла свое. И припасы, которыми сновдила его мать, оказались очень даже кстати. Угу. Джордж отлично поужинал куском говядины с хлебом и даже с кофе. Джерки. С кофе, сваренным в шестяной кружке. Затем он завернулся в одеяло и лег поближе к огню возле верного гектора, надеясь спокойно провести ночку. Утомленный долгой ходьбой, мальчик быстро и крепко уснул. Как выключился. Но в полночь он вдруг проснулся. Сперва ему показалось, что его кто-то трогает. И он, стараясь не шевелиться, он открыл глаза. Огонь почти совсем погас, а ясное с вечера небо покрылось черными тучами. Темень стояла страшная, но все было тихо и спокойно. Собака лежала, свернувшись у него под боком, и крепко спала себе. Джордж хотел снова закрыть глаза, как вдруг почувствовал, и в этот раз очень явственно уже, как что-то шевелится там, во мху, служившим ему изголовьем. И первой мыслью Джорджа было, что это индейцы. Впрочем, если они пришлись с дурными намерениями, то могли бы схватить его и раньше здесь, когда спящий мальчик полностью был в их руках. Так что нет, стало быть, это не они. Спросонья, еще не вполне отдавая себе отчет о происходящем, он взялся за ружье, лежавшее у него под одеялом. Сзади снова что-то пошевелилось. И в этот раз мальчик окончательно убедился, что это не сон уже. И он скачал, взвел курок ружья и успел только заметить, как что-то темное, оно прыгнуло через снег и скрылось в кустах. Все, и не има его. Гектор тоже скачал, ну, конечно же, когда пошевелился его хозяин. То ли увидев некое существо, прыгнувшее в лес, или просто инстинктивно он зарычал и как молния бросился в кусты. Ночной лес неожиданно оживился. В кустах раздавался лай, виски, громкое рычание, треск сломанных сучьев. И, наконец, Гектор, в свою очередь, преследуемый, бросился к Джорджу. Наш герой, недолго думая, поднял ружье и на удачу выстрелил в темноту. И только когда рассеялся дым, нападавший, казалось, исчез вместе с ним, растворился. И вокруг воцарилась мертвецкая тишина. Джордж подбросил хворосту на угольки и вскоре запылало яркое пламя. И он поспешно зарядил ружье. Гектор стоял рядом, оскалив зубы, и ворчал на невидимого врага. — Что это с тобой? И что там было в кустах? — спросил Джордж, ласково обращаясь к собаке. — Ты прогнал этого зверя-невидимку? Или тебе это от него досталось? Но собака не успокаивалась. — Не стоит брониться, — со смехом продолжал Джордж. — Но пусть он к нам только сунется, мы его встретим тут как следует. — Да. — Вау. И мальчик простоял некоторое время с заряженным ружьем, но больше ничего не было слышно. В лесу царила глубокая тишина, и только деревья начали шуметь от внезапно поднявшегося ветра, зашуршукали, и при ярком пламени костра было небо. Небо, казалось, еще чернее, еще кромешнее. Погода резко изменилась. Из долины подул сильный теплый ветер. Джордж с беспокойством подумал о матери и сестренке. Как же они перенесут такое несчастье там? А ветер шумел все сильнее и сильнее в вершинах могучих деревьев, и вдали уже были слышны глухие раскаты грома. Буря приближалась. Внезапно ветер переменился, из гор потянуло холодом, налетел снег с дождем. В лесу сломанные суча с треском так и падали на землю. К счастью, Джордж выбрал для ночлега довольно открыто и свободное от деревьев место. И хотя здесь он не был защищен от порывов холодного ветра, ему не приходилось опасаться падающих сломанных ветвей. Ему ничего не оставалось делать, как по возможности защитить кусками коры огонь, закутаться в одеяло и повернуться спиной к этой непогоде. Пережидать. Буря бушевал вокруг. Снег и град хлестали со всех сторон. Гектор прижался к хозяину, а из леса то и дело с жалобным воем выбегали волки. Джордж хорошо знал, что их нечего опасаться. Но этот вой он все же усиливал это тягостное впечатление от безумствующей стихии. Весь мокрый, продрогший до костей мальчик провел несколько часов на корточках, с беспокойством, думая о том, каково сейчас его родителям, в особенности бедной больной матери. И вот, наконец, буря утихла. Но снег все еще шел. И Джордж снова развел почти погасший огонь, чтобы немного согреться. Какая ужасная ночь! И когда, наконец, наступило пасмурное утро, он с ужасом видел, что в горах опять выпал глубокий-глубокий снег. Тем не менее, дневной свет придал ему бодрости. Когда снег прекратился и небо местами прояснилось, Джордж первым делом высушил свое одеяло и промокшие остатки провизии. Потом он сварил и выпил кружку горячего кофе. И на душе стало действительно гораздо веселей. Прежде чем покинуть свой ночлег, мальчик хотел найти следы таинственного ночного гостя. Может быть, все-таки его выстрел в кого-нибудь и попал? Может быть, все-таки. Но он так ничего и не нашел. Все было покрыто снегом. Абсолютно все. Однако собака снова взерошила шерсть и заворчала и осторожно направилась к ближайшим кустам. Джордж следовал за ней с ружьем в руках. Конечно. Гектор вдруг остановился перед маленьким снежным бугорком, и он залаял там. Джордж разгреб снег ногой и поднял с земли маленького степного волка. Или койота, которая во множестве водится в Калифорнии здесь. Эти небольшие звери темно-серого цвета, ростом с европейскую лисицу, они обычно живут большими стаями. Раны на волчонке не было видно. Значит, он пал жертвой моего храброго Гектора, который с поднятым хвостом гордо сейчас расхаживал вокруг поверженного врага. М? Нос трубой? И после этого Джордж двинулся в путь. Пройдя по долине не более сотни шагов, он наткнулся на оленей следы, ясно отпечатавшиеся на белом снегу. Джордж, страстно любивший охоту, с удовольствием пошел бы по найденным следам. И, наверное, убил бы оленя, чтобы пополнить свои скудные съестные припасы. Однако олень явно направился в ту сторону, откуда пришел мальчик. Следуя за ним, он потерял бы слишком много времени. И оставалось надеяться, что в течение дня ему попадется еще какая-нибудь, но добыча. Джордж с трудом оторвался от свежих оленьих следов. А Гектор продолжал топтаться на месте, с недоумением поглядывая на своего молодого хозяина. И только когда тот вовсе перестал оборачиваться, собака с неудовольствием последовала за ним. Но она последовала. Где ты денешься? Ага. Но долина здесь была действительно шире, ручей стал полноводнее, а на его берегах кое-где появился тростник. Это был верный признак того, что наш путник приближается к равнинной местности, где он, вероятно, сможет найти людей. Мальчик бодро шагал вперед. Несмотря на то, что густой кустарник, росший по берегу, он затруднял его путь. Неожиданно Гектор стал вести себя очень-очень странно. Он поминутно поднимал голову и втягивал носом в воздух. Иногда он даже вообще останавливался, а потом прыжками с тихим лаем догонял своего хозяина. Что это такое все? Тот внимательно осматривался, но не замечал ничего подозрительного. Однако собака была слишком умна, чтобы беспокоиться без причины. И Джордж с большей, чем до сих пор осторожностью, продолжал двигаться вперед. И вот не прошло и получаса, как он поднялся на небольшую возвышенность, и вдруг там внизу, в отдалении, он увидел дым. Там были люди. И сердце мальчика радостно забилось, и он уже был готов броситься вперед, навстречу цели своего похода. Как вдруг собака заворчала громче прежнего и ощетинилась вся. Джордж знал по опыту, что такие признаки означают нежелательное соседство. Что это? Волки? Индейцы, говоришь? Не может ли случиться, что он попадет в руки краснокожих? Услышаны от попутчиков рассказы о кровавых нападениях индейцев, от которых аж волосы ставали дыбом. Все это живо представилось у него, как картинка по воображению. Заказывали? – Но что ему делать? Вернуться? Тогда индейцы пойдут по его следам и непременно настигнут. – Бежать? Но куда? В горы, чтобы обойти лежащий перед ним лагерь? – Наверное, в горы. И это, пожалуй, самое разумное решение сейчас. Однако сперва он должен удостовериться, что перед ним действительно именно индейцы. Ведь это мог быть и караван переселенцев, следы которых он видел в горах. И тогда его родители наверняка будут спасены все. И, кое-как успокоив собаку, чтобы она громким лаем не обнаружила его присутствие, Джордж медленно и осторожно двинулся вперед, надеясь ближайшего холма оглядеть всю долину. И вскоре он увидел в дальнем конце долины место, откуда поднимался этот дым. Причем десятью или двенадцатью столбами. А между ними сновало множество темных фигур. И не оставалось сомнений, что он приблизился к индейской деревне. И ему необходимо как можно скорее бежать отсюда. Джордж бросился через поросший густым кустарником овраг, надеясь, что индейцы его не заметят. Однако на другой стороне оврага он увидел на свежем снегу следы босык ног, которые поднимались уже в гору. И тут Гектор вдруг громко залаял. Испуганный мальчик бросился к собаке, но тут же понял, что дальнейшие предосторожности они просто бессмысленны уже. Не более как в сотне шагов от него стоял широкоплечий индейец с натянутым луком в руках и туго набитым стрелами колчаном за спиной. И он смотрел на Джорджа с таким же удивлением, как и тот на него. В первый миг, решив защищаться, наш герой поднял ружье. Индеец, однако же, казалось, не имел никаких дурных намерений или, возможно, не хотел раньше времени их показывать. И даже при резком движении мальчика он продолжал стоять спокойно, не двигаясь. Потом он протянул к нему руки и произнес такие слова, прозвучавшие как «приветствие». «Валех! Валех!» Джордж, конечно же, ничего не понял, но он заметил, что в выражении лица дикаря нет ничего угрожающего. Индеец вдруг опустил лук и не спеша направился к юному незнакомцу. Джордж тоже опустил ружье, показывая индейцу, что тому нечего бояться. И теперь он уже спокойно ожидал его приближения. Только Гектор, похоже, не мог понять, что происходит. Только Гектор не смог понять. Он встал перед своим молодым хозяином, оскалил зубы и так громко залаял, что собаки в долине наверняка его там услышали, потому что там в ответ поднялся страшный гвалт. Индеец остановился и поднял свой лук, чтобы защититься в случае нападения Гектора. А Джордж, который вовсе не желал враждебных отношений с тем, в чьей власти он оказался, он прикрикнул даже на собаку и крепко взял ее за ошейник. «Стоять!» «Валех!» — повторил индеец, дружески кивнув головой. И он подошел к этому мальчику, протянул к нему руку, но при этом настороженно посматривал на собаку. «Тяф-тяф!» Индеец что-то заговорил на своем языке. Он полагал, что если чужеземец понял его первое слово, то он поймет и остальные тоже. Ему казалось, что ничто не помешает их дружественному разговору. Ничто. Даже собака. Джордж стал следить за жестами индейца и, казалось, даже начал немного понимать его речь. «Валех!» — может ответить. Индеец знаками старался объяснить мальчику, чтобы тот следовал за ним в деревню. И вот что? Что было делать Джорджу в такой-то ситуации? Как? Ну вот как можно отказаться от такого приглашения? И даже если индейцы и настроены враждебно, что может сделать один мальчик против целого племени здесь? А показывая им полное доверие, он, возможно, расположит их в свою пользу и получит хоть какие-то сведения о последних караванах. Беглых. Если люди действительно хотят понять друг друга, то могут прекрасно обойтись одними только жестами. Правда? И вот после краткого размышления Джордж скинул ружье на плечо и послушно пошел за своим проводником вниз. Они пошли в долину. В индейской деревне По дороге у Джорджа было достаточно времени, чтобы рассмотреть своего спутника. Это был широкоплечий и высокого роста человек. Его тело было темно-медного цвета. Хм, медный. Волосы длинные, жесткие и черные. Нос орлиный. Черты лица благородные, Глаза огненные и живые. Из пепелю. Одежда индейца состояла из длинной до колен голубой шерстяной рубашки. Ноги, несмотря на снег, были голые. Босиком. В волосах торчало орлиное перо. В виде украшения сквозь ноздри носа была продета кость еще одного пера. А уши увешаны множеством стеклянных бус и кусочков перламутра. Этот индейец был вооружен крепким, длинным, искусно изготовленным луком. Наконечники деревянных стрел, оснащенных перьями, покрыты желтой и красной красками. Нижняя часть отделана отшлифованным вулканическим камнем. Стрелы были уложены в колчан. Ну, конечно. Сшиты из шкуры лисицы. Ага. Длинный хвост, который доставал аж до самой земли. О, волочица. Кроме того, на спине индейца висел нож на шнурке, перекинутом через шею. И Джордж вскоре получил возможность удостовериться в искусстве индейца стрелять из лука. Они не прошли и ста шагов, как Гектор, который, казалось, примирился с присутствием этого дикаря. Он вдруг спугнул Белку. М? На тебе. И она прыгнула с одного орешника на другой. Прыг-скок там. А потом на землю. Прыг-скок. На земле уже сидит. Ты смотри на нее, а? И тут Гектор. И несмотря на близость с абатей и то, что по соседству было несколько деревьев, где она легко могла скрыться сейчас, Белка начала прыгать взад и вперед по земле. Как будто бы дразнила собаку. Ты смотри на нее, а? Белка. Белку слови. Гектор стал бегать вокруг нее. Конечно, слови Белку. Но та так ловко увертывалась, что собака только хватала ртом снег. Угу. Напивки. И, наконец, на довольно открытом месте Гектор настиг эту Белку, так что она вынуждена была искать укрытие на дереве. Ах, как настиг. И все. И собака осталась там внизу. Ку-кухай. Посматривая то на Белку, то на своего хозяина. Блым-блым. А тем временем Миндеец вынул из колчана стрелу, натянул лук, и когда шагах в двадцати от них Белка на мгновение остановилась, он метким выстрелом, мах, пронзил стрелой бедного зверечка. М? Про такие говорят. И в глаз Белке попадет. О? Мах. И Белка замертво упала с дерева. Гектор тотчас же подскочил и принес стрелу и добычу своему юному хозяину. Что чрезвычайно понравилось этому индейцу. И они продолжили свой путь к лагерю, из которого, как заметил Джордж, им навстречу вышло несколько мужчин. И вскоре они были окружены десятком таких же фигур, как и вожатый Джорджа. И на удивление все они казались очень радушными и с удивлением рассматривали мальчика, поглядывая при этом куда-то вдаль, как бы ожидая прибытия и других Белых. Они не могли представить, что Джордж пришел к ним один. Индейский лагерь, или, лучше сказать, деревня, состоял из десятка круглых земляных хижин высотой около шести футов и диаметром примерно шестнадцать футов и нескольких шалашей, или вигвамов. Мужчины сидели на корточках и молча курили свои трубки. Трубку мира. Куру. В отдалении толпились женщины в плетенных из тростника передниках, с одеялами на плечах, и дети совершенно голые. И когда Джордж подошел достаточно близко, все жители деревни увидели, что он белый. Дети девушки со страхом разбежали все и попрятались там в своих хижинах, как кролики в норку. Шмык и нема. А потом они один за другим с любопытством высовывались оттуда и тут же снова боязливо прятались туда, как только Джордж посматривал на кого-нибудь из них. Ммм, божество какое белое пришло. Что, не видели? Солнышко такое. Индейский лагерь состоял из десятка круглых земляных хижин и нескольких шалашей или вигвамов. И только несколько женщин, занятых работой, спокойно остались на своих местах. Индейцы хотели понять, что могло заставить мальчика прийти к ним в одиночку и где все остальные его спутники. Джордж пытался объяснить им, что в горах есть еще белые, которые очень нуждаются в помощи сейчас. Он это объяснял жестами, стараясь делать это как можно живее и выразительно. Но индейцы его не понимали. Они с удивлением покачивали головами «туды-сюды» и переговаривались между собой на своем языке, часто указывая вниз, в долину. И Джордж решил, что они, вероятно, говорят о белых, которые недавно прошли именно в том направлении. Когда это было, он, несмотря на все усилия, никак не мог от них добиться. На все его вопросы они только показывали в одну сторону, и он никак не мог догадаться, что это все значило. При этом индейцы, похоже, не имели никаких враждебных намерений. Они сняли с себя оружие и ходили вокруг Джорджа, рассматривали его одежду и со смехом показывая друг друга то, что казалось им незнакомым. Только Гектор не понимал их дружеского отношения. Пару раз он, оскалив зубы, становился между своим молодым хозяином и этими дикарями, как ворота брама. «Защита! Ага! Рррр!» И Джордж вынужден был его успокаивать, опасаясь внезапного нападения собаки на коричневые ноги индейцев. Туземцы, казалось, тоже побаивались этой собаки и, по возможности, избегали ее соседствия. А вместо дворняшки, сначала громко лаявшие, теперь и вовсе не показывались уже. Все. Они скрылись в землянках вместе с детьми и выглядывали только изредка. Тоже не видели белую собаку. Но Гектор не обращал на них никакого внимания. Угу, свысока. Индеец, приведший Джорджа в деревню, после совета с товарищами начал какую-то очень длинную речь, показывая на долину и на еще высоко стоявшее солнце. Джордж, конечно, ничего не понял. И тогда Индеец взял его за руку и повел на другой конец деревни. Пошли. И мальчик охотно последовал за ним, надеясь понять его намерение. Оказалось, что Джорджа просто пригласили к приготовленному с женщинами завтраку, состоявшему из чего-то вроде каши, разлитой потуго сплетенным маленьким корзиночком. — Кашу будешь? — Ага. Джордж, получив свою корзиночку, стал по привычке искать ложку. Сначала индейцы не понимали, что он вообще хочет, пока он не показал жестами, что он не знает, как это все блюдо есть. — Руками, что ли? И все вокруг стали громко смеяться. А проводник подмигнул ему, чтобы мальчик посмотрел, как он это будет делать. — Смотри. Индеец придвинул к себе одну из корзиночек, обмакнул в нее четыре пальца и без всяких церемоний взял и облизал. — Вот тебе и ложечка, а? — Весло. — Нагребай, грибы отсюда. — Ну, четыре пальца. И он с явным удовольствием повторял это движение, пока почти до половины не опорожнил свою корзиночку. Женщины, стоявшие поодуль, с веселыми лицами приблизились к нашему герою и, указывая на индейца, старались объяснить мальчику, что он должен следовать его примеру. Но Джордж, он решил совсем иначе. По-своему. По-своему. И усмехнувшись, он отрицательно покачал головой. Потом поднес корзинку губам и попросту выпил эту жидкую кашицу, которая была немного горьковатая, но, впрочем, вполне съедобная. — И нашим, ваши четыре пальца. — Напрямую. — Ага. Дикари удивленно переглянулись и дружно захохотали все. В итоге гости хозяева, можно сказать, они стали добрыми друзьями. Подружились. Каша сближает. И Джордж, однако же, хотел поскорее отсюда убраться, потому что у индейцев не было ни лошадей, ни вечных животных, и они ничем не могли ему помочь. Самое главное. И он снова попытался объяснить им, что ему нужно. И вот, наконец, после жаркого спора с соплеменниками, индейец-проводник, указав на солнце, взял свой лук и кивнул мальчику, чтобы тот последовал за ним. — Куда? — спросил Джордж. Индейец показал на долину и по его жестам мальчик смог заключить, что тот выведет его на дорогу, по которой можно прийти. К белым. И Джордж радостно подхватил все свои пожитки и, распростившись с новыми друзьями, которые по очереди крепко пожали ему руку, и, раскланившись с женщинами в ответ на их поклоны, он отправился в путь. К белым пошел. Старые знакомые Индейец быстро шел вперед, спускаясь вниз по долине. Джордж старался не отставать. Солнце так пригревало, что снег почти на глазах таял под его лучами, и кое-где уже проглядывала зеленая травка. Лес становился гуще здесь. Огромные сосны гордо устремляли вверх свои стройные стволы. Дорогу часто пересекали быстрые ручьи. Один из них они перешли по обрубленному дереву, перекинутому с одного берега на другой. Переправа. Так они шли около часа, как вдруг Индейец остановился и поднял руку, призывая спутника к вниманию. Джордж присмотрелся и увидел, как что-то белое мелькнуло за кустарником. Мах! И, пройдя еще немного, они очутились у каравана переселенцев, состоявшего из двух повозок. С громким радостным криком мальчик бросился к этим людям. И он узнал их. Часть пути они проделали вместе с его семьей. Но валы и лошади у них были лучше, и они ушли вперед. Джордж легко догадался о причине их остановки, когда увидел возле речки, через которую они переехали, сломанное колесо. Двое мужчин уже насаживали на ось новое. Обитатели американских лесов, даже не будучи ремесленниками, обычно мастерски владеют топором. Что хочешь, починят. Насколько Джордж обрадовался встрече со старыми знакомыми, настолько они, казалось, были недовольны его внезапным появлением здесь. Кому нужны чужие проблемы? — Здорово, Джордж! — сказал один из них, не поднимая глаз даже от работы. — Вы что, уже здесь? А нас вот задержало это колесо проклятое, и мы теряем с таким трудом выигранное время здесь. — Хм, чёрт бы побрал этот проклятый край с его камнями и буераками! Фу ты! — Нет, мистер Гослинг, — ответил Джордж. — Мы ещё очень далеко отсюда. Отец остался с повозкой в горах и послал меня вперёд за помощью. Скот наш весь пал, моя мать больная, и она не может идти по снегу. — Хм, — сразу же откликнулся другой. — Ну и в беду же вы попали. — Да, в этих путешествиях, думаю, уже немало народу пострадало здесь. — А мы? Мы и вон сколько времени потеряли. Мы могли бы сейчас уже рыться в золоте там по локоть, а вместо того сидим тут в овраге, из которого, может быть, и выхода никакого-то и нету. — Надеюсь, по крайней мере, что это колесо довезёт нас до места. Ага, Джим. — Оно окажется довольно крепким, — согласился Джордж. — Но не будете ли вы столь добры и не пошлёте ли к отцу пару ваших лошадей, чтобы они с матерью и сестрой смогли наконец выбраться из снега? — Хм, я? — Чтобы я ещё раз послал пару моих скотов на эти обагранные кровью горы, в эти снега туда, — воскликнул Гослинг, выпрямившись и с растражением взглянув на мальчика. — Ты должно быть сумасшедший, или полагаешь, что это я сошёл с ума, что ли, тут? — Я благодарил Создателя, что вы остались позади там, и ни за что я не стану вытаскивать из гор каждого, кто там увязнет. — Хм, ни за что! — Но разве вы не понимаете, — продолжал Джордж, — что неподалёку от вас гибнет целое семейство, которому вы... именно вы можете помочь? — Помочь? — Хм, помочь! — проворчал мужчина и продолжил заниматься своей работой. — Я думаю, ты знаешь нашу поговорку. — Помоги себе сам. — Слышишь? Каждый должен сам помогать себе, как умеет. Если кто не в состоянии одолеть подобное путешествие, тому и не следовало сюда идти, предпринимать всё это. Не следовало. — Естественный отбор. — Как ты думаешь? — продолжал он, повернувшись к мальчику. — Твой отец остановился бы здесь чинить моё колесо, а? — Если бы до этого места мы доехали сюда вместе. — Ха! — И вас не оставил бы здесь в беде. — Ха! — Неужели? И потерял бы из-за меня время даром, да? — Ха-ха-ха! — Непременно. — Ну, значит, он ещё глупее, чем я предполагал. — Фу-ты! — с усмешкой сказал американец, похлопывая рукой новое колесо, отремонтированное. Только что. А между тем, женщины, следовавшие в караване, подошли поближе и прислушались к этому разговору. — Но отец, — сказала одна из них, молодая девушка с милым и открытым лицом, — ты не можешь уехать отсюда, оставив окли в горах? Ты не можешь этого сделать? — Пошли ему с Джоном двух из наших валов. Теперь же дорога уже гораздо легче здесь, и мы обойдёмся этими, остальными. — Хм-м-м! Думай о том, что тебя касается, Дженни! — сердито ответил я отец. — Где же я их потом отыщу, если я уеду вперёд, а? Ведь если я пошлю их снова на эти богом забытые горы, — Эти валы, которые мне дорого стоили, которых я смогу продать в Калифорнии за золото там, они будут потеряны безвозвратно. — А не подождать ли нам их здесь? — робко спросила девушка. — Что? Дожидаться? — Когда там на приисках один человек добывает по одной или даже по две унции золота в день? Ты что, уймися! — А мы? Мы пять крепких, пять крепких здоровых мужиков. Что, мы будем сидеть здесь без дела здесь? Мы золото теряем, уймись! — Вы целыми днями только вздор несёте, да и небом тут любуетесь. А когда до дела доходит, на чьи плечи сваливаются все заботы? А? На чьи? — За всё здесь только я один, отвечаю. Так вот, я знаю, что мне делать, и говорю твёрдо, что моих валов я в горы не пошлю, даже если б там сидел мой родной братик. Ну, разве только если бы он мне за это хорошо заплатил. — Отец вам обязательно заплатит. Заплатит сколько следует, — живо откликнулся Джордж. — Мы, любезнейшие, знаем эти слова. Сколько следует! Но сколько это будет стоить в Калифорнии? А? Здесь цены совсем другие, нежели там у нас в дом. И мы давно читали в газетах, что за наем пары валов там можно легко получить по пять-шесть унций золота в сутки. — Да. Мне бы следовало взять с твоего отца за эти двое суток пару сотен долларов. За эти двое суток. Само собой разумеется, что он мне столько не даст. А? — Да, конечно. Зато обрухает и раструбит на всю Калифорнию, что я скряга и такой вон живодер. — Да. Наперед знаю. Не думаю, чтобы у него было столько свободных денег там, потому что в Штатах он перебивался кое-как и продал последнее там, чтобы в этот путь снарядиться. И Джордж молча, потупив глаза, он выслушал эти жестокие слова. Что ему теперь делать? Идти дальше в поисках помощи? Навстречу новым опасностям? Или все-таки вернуться к своим с пустыми руками? Идти дальше в поисках помощи? Восемнадцать ООО выходит у нас новая серия. Каждый Божий день. Все аудиокниги и все рассказы находятся в нашем подвале. Снизу. Заходишь, и там целая библиотека наших рассказов. Старичок, заходи на пикничок. Каждый Божий день в восемнадцать ООО. Не пропустите. А на сегодня шо? А на сегодня все. Покедова. Споки-ноки. Типо оки. А. А.